Привет всем, кто заглянул на мой канал! Я вам очень рада! Мое сегодняшнее видео, оно такое, знаете, я бы назвала его миксовое, потому что я хочу поговорить понемногу и обо всем. Сейчас, во-первых, вам хочу показать вот этот гиацинт, совершенно замечательный. Все знают, что в конце зимы магазины, причем все магазины, уже даже продуктовые, начинают продавать активно выгоночные луковицы весенних цветов. Но я гиацинты вообще очень люблю за их красоту, за их запах. И удержаться, конечно, и не купить невозможно. Вот 22 февраля ехали на дачу и в магазине, да, буквально за 49 рублей вслепую взяла одну луковичку, вот один контейнер, ну и, в общем-то, вот дождалась цветения. Очень приятно была, ну даже удивлена я не могу сказать, потому что я знаю, что раньше, допустим, это был один цветок, потом мне попадалась несколько раз луковица, когда она выбрасывает два цветоноса. И один цветочек, как правило, крупный, а второй такой маленький, как вот мама с деткой. Но в этот раз я вообще просто прям приятно удивлена. Здесь, представляете, здесь три, не два даже, три цветоноса. Вот еще тут один малыш выдвигается. Причем я так подозреваю, что он будет не малыш, а вполне такого же размера, как и два вот этих цветоноса. Ну здорово, приятно, конечно, красиво. Надо было, может быть, дождаться его еще цветения и снять всю эту троицу вместе, но вот что-то не удержалось. Вот. Просто что еще вдруг захотела сказать про гиацинты? Когда начинала свою дачу, ну опять же очень много лет назад, я покупала луковицы гиацинтов. Первая моя покупка была, значит, из пяти луковиц состояла. Причем они все должны были быть разного цвета. В принципе, так все и было. Они у меня цвели благополучно. А на следующий год из пяти луковиц я увидела, что вообще выскочили из земли только две. То есть три штуки либо пропали, либо, как я подозреваю, все-таки их, наверное, любят мыши. Вот у меня и лилии периодически пропадают ни с того, ни с сего. Ну вот знаю, что вот эти всякие мышины, они очень любят, конечно, подгрызать там, может быть, или вообще, может быть, съедать эти луковицы. Ну, возможно, по этой причине. Но две гиацинты, которые у меня выросли на следующий год, они у меня были буквально одного цвета. То есть доминирующий синий-фиолетовый переопылил второй, значит, гиацинт. И, в общем, два одинаковых у меня выскочили. Ну, это тоже несколько такое дело меня раздосадовало. Я знаю, что такая вот вещь происходит с тюльпанами. Много лет назад у меня было очень много всяких сортовых тюльпанов. И я даже не знаю, сколько сортов, может быть, сортов 60. Ну, так, все по одному, что называется. И попался в пересорте всего один красный. И, представляете, я его пожалела. Я даже не знала, что такой будет эффект. Оставила его, он отцвел. А на следующий сезон у меня буквально четвертая часть тюльпанов также стала красными. То есть все вот эти сортовые, они буквально переопылились. И я, опять же, как-то не успела быстренько их срезать. Ну, в общем, наверное, процесс, в принципе, уже пошел. На третий год у меня вообще больше половины было красных. Ну, и, в общем-то, так все они сошли на нет. Так они все переопылились. Ну, вот с гиацинтами та же самая история. Поэтому покупать их в луковицах я уже не стала, поскольку был примерно опыт и представление о том, что так происходит. Я теперь даю шанс просто вот этим цветущим луковицам, которые мы покупаем для настроения, для себя. Я понимаю, что они все уже буквально, из них все силы высосаны. И ничего особенно такого ждать от них не стоит. Но, тем не менее, вот он отсветет, этот цветочек. Я все равно его посажу под старую яблоню. И какой-то процент из них, вы знаете, они все-таки как-то умудряются выживать. И радуют меня своим цветением весной. Вы знаете, очень даже приятно. Ну, не могу сказать, конечно, какой процент. Ну, может быть, процентов 30 из того, что я покупаю ежегодно, так понемножку себя порадовать. Может быть, процентов 30 все-таки этот шанс, что называется, принимают и растут и цветут. И, в принципе, вы знаете, не переопыляются. Но, может быть, еще потому, что я не покупаю синифиолетовые. Я покупаю другие оттенки, розовые, сиреневые. Вот этот какой-то тоже такой интересный такой оттенок. Первый раз у меня такой. Он какой-то все-таки не очень обычный. Были желтые у меня, но желтые нет. Желтые вот пропали. А синие однозначно, конечно, переопыляют. Так, как и красные тюльпаны переопыляют все остальные. Вот. Так что, девочки, вот кто не давал еще, что называется, шанс своим цветулькам, ну, дайте, дайте шанс. Посадите где-нибудь там в тихом местечке. И, возможно, в общем-то, все у вас будет в этом смысле неплохо. Возможно, вы сможете их сохранить. Вот. Это первое, о чем я хотела рассказать. Значит, следующий момент, в чем заключается. Сейчас вот подойду к окну, покажу. Я когда-то снимала видео, значит, про пеларгонии, которые я высеваю как однолетник. Вот. И сажаю их в грунт и не сохраняю. И у меня, значит, я показывала три гибрида. Два из них неплохо взошли. Но я оговорилась, что очень рано я посеяла эти семена в этом году. И, что называется, вот это не очень здорово было. А вот этот гибрид, американская селекция, гибрид Орбит, он самый дорогой был. 80 с лишним рублей пакетик семян. Но это, конечно, говорю, повторяюсь, это очень дорого и необоснованно. Ну, так вот. У меня взошел всего один сенец. Вот этот. Вот. Обычно пеларгония всходит очень быстро. Три-пять дней. А этот, ну, я не помню, сколько он проклевывался. Ну, в общем, больше недели, а может быть, дней десять. Ну, и все. Один из четырех или даже... Нет, здесь, наверное, пять штук семян. Пять. Вот. И все. Я как бы на этом успокоилась и посчитала, что, в общем, самый каприсный, самый дорогой. И больше я им не буду, в общем-то, баловаться. Но, вы знаете, вот вчера, вчера буквально посмотрела, смотрю, проклюнулась еще одно семечко. Вот. К чему я все это хочу сказать? Есть, конечно, надежда, может быть, еще. Остальные три проклюнутся. Все-таки время посева. Вот. Я уже говорила, что раньше марта, раньше восьмого марта не сею. Ну, ни к чему это. Вот, понимаете? Вот. Вот, видимо, пришел срок. В этот раз я посеял 27 января. Очень рано. Но вот и результат, видимо, не заставил себя ждать. Поэтому не спешите, девчонки. Все, вы успеете. Вот. И в свое время семена, в общем-то, дадут о себе знать. Без всяких, без всяких заморочек и, в общем-то, трудов. Вот. Без всяких волнений. Так что вот, вот пиларгонька моя еще, еще проклюнулась. Вот. Это второй такой момент. И еще момент. Тоже у меня было видео, что я в Леруа купила небольшой корешок морозника. Не помню уже сколько, недели три, наверное, точно прошло. Я его показывала. Вот одна девочка, Наташа, мне написала, попросила, чтобы я рассказала, как я за ним ухаживаю. Наташа, ну вот специально буквально для вас показываю. Да никак не ухаживаю. Вот посадила этот корешок, полила. Вот. И тот бутончик, который, в принципе, я показывала на тот момент, который у меня уже был. Почему я это купила, что живой корешок. Вот он, в общем-то, в таком же состоянии остался. Ну, чуть-чуть. У него вот приоткрываются листочки. Совсем чуть-чуть. Вот. Он, как бы, видимо, укореняется, живет себе неплохо. Стоит у меня на балконе. Градусов 10 у меня на балконе есть. То есть он не растет быстро. Ему не нужно тепло ни в коем случае. Вот. И 10-то градусов многовато. Но у меня балкон застекленный такой. Вот. Поэтому он как-то себя там очень неплохо чувствует. Вот. Так что ничего особенного я не делаю. Никаких стимуляторов, ничего. Да и, в принципе, если честно, в своем саду удобрения для растений я использую минимально. То есть розы я подкармливаю. И то подкармливаю их всего лишь только весной. Вот. И больше, ну, как говорится, я из них силы не вытягиваю. Ну, ладно. О розах это может быть потом. Вот. А все остальные цветы, если честно, я тоже не кормлю. Вот как растут, так и растут. Если растение, я считаю, растет, цветет, неплохо выглядит, то смысл тратиться на удобрения, смысл поливать удобрениями землю, травить ее. Ну, вы знаете, я вообще, например, считаю, что есть понятие ваша культура и не ваша культура. Но это я имею в виду даже в отношении себя, потому что есть цветы, растения, там, кустарники, которые растут просто без всяких, извините, заморочек. А есть те, над которыми вы трясетесь, а они все равно, ни туда и ни сюда. И у меня тоже есть такие культуры. Поэтому, ну, думаю, что не надо ни себя изводить, ни растения. Вот. Если оно захочет расти, оно у вас и так будет расти и, в общем-то, цвести и радовать. Вот. Кстати, вот сорт этого морозника. Ой, 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 сейчас, сейчас. Ну, хотя здесь и сорта-то нет. Вот. Вот. Фирма, агрофирма Поиск. Ну, в общем, не заморачивают себя сильно, хотя морозники вообще тоже имеют определенные названия у них сорта. У меня вот в саду растет зелено-цветковый, а это белые цветочки. Но сорт-то все равно должен быть. Они есть и черные, и фиолетовые, в общем-то, и пестренькие. Много там, конечно. Ну, фирма Поиск себя сильно не напрягает в этом смысле. Поэтому, поэтому я ее и не люблю. Ну, что делать? Приходится, приходится. Поскольку вот этот корешок я купила за 100 с небольшим рублей, А вообще, хорошие морозники, хорошие фирмы, ну, в общем-то, на них цены немаленькие. И 300, бывает, и 400 рублей. Ну, дороговато, согласна. Но, тем не менее. У каждого, конечно, свой выбор по этому поводу. Вот. Так что небольшой видеомикс. Кому было полезно и приятно, я очень рада. Всегда рада вас видеть на своем канале. Пока-пока. До новых видео.